МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Самая главная традиция – покраска ракеты в белый цвет. Что должен сделать космонавт перед вылетом, расскажет Екатерина Родина в блоге про космос. Это «Утро вместе с вами» встречает Юрий Галая. Доброе утро всем, кто начинает свой день вместе с программы «Утро первого». Давненько мы с вами не виделись, уважаемые друзья. Это значит, что пришло время набраться сил для того, чтобы пройти этот день достойно и справиться со всеми поставленными задачами и делами, которые у нас с вами есть. Кстати, сегодня 3 марта, Всемирный день дикой природы и Всемирный день писателя. Возможно, среди наших зрителей есть те, кто пишет, действует своими эмоциями и мыслями, и в том числе на пространстве интернета их тоже можно читать писателями. С этим днем всех поздравляю, друзья, и традиционно наш эфир начинается с самых важных и актуальных новостей. С 1 марта в Калужском регионе вступил в силу закон, который приняли еще летом. Подросткам запрещено продавать энергетики. Штраф за продажу несовершеннолетним этого напитка составит от 3 до 150 тысяч. Инициатором запрета стали сами школьники, молодежный парламент области. Одуванчики – символ доброты, единения и позитива. Бронзовая скульптура чудотворного растения «Одуванчик добра» уже установлен в Овнинске и Масальске, а также в 30 странах мира. Теперь «Одуванчик» долетел и до Калуги и вырастет около международного аэропорта. Премьер-министр Российской Федерации Михаил Мишустин сообщил, что сотрудники IT-компании смогут оформить льготную ипотеку и получить отсрочку от армии. Он также сообщил, что правительство распространит налоговые льготы на разработчиков приложений для мобильных устройств, а еще российские IT-компании на три года освободят от налога на прибыль. Владислав Шапша проверил, как идет подготовка к открытию нового детского сада «Лукоморье» на правом берегу. Дошкольное учреждение запланировано открыть только в апреле, но запись уже активно ведется. Из 325 вакантных мест 162 уже занято. Сейчас в саду идет набор работников, оснащение мебелью, инвентарем и посудой. Весной начнется работа по озеленению участка. Из-за отмены зарубежных кинопремьер прокатчики решили выпустить пораньше российские премьеры. Например, «Хочу замуж» выйдет на экраны кинотеатров не 5 марта, как планировалось, а уже сегодня, 3 марта. Также в прокат повторно запустят рейтинговые отечественные фильмы «Холоп», «Движение вверх» и «Батя». В разгаре масленичная неделя. Бывает ли какое-то количество блинов, которые проходят без вреда для нашего здоровья? И как с этим не переборщить? Эти и другие вопросы мы обсудим с нашим гостем в студии «Утро первых». Главный врач Калужского областного центра общественного здоровья и медицинской профилактики Андрей Александрович. Доброе утро. Андрей Александрович, доброе утро. Здравствуйте. Наверняка сейчас и наши юные зрители, и их родители, и мамы, и особенно папы, балуются блинами. Но здесь важно, наверное, не переборщить и как-то свое здоровье поберечь. Ну, свое здоровье надо вообще беречь постоянно, ну и, конечно, на масленичной неделе, наверное, особенно, да? Ну, напомним, что с традицией, конечно, тоже нарушать нельзя. Это традиция давняя еще с времен языческой Руси. Масленица ознаменует уход зимы и приход весны. И всегда это был радостный праздник, потому что, так скажем, уход голодной зимы, приход лета, который накормит, который обогреет. И блин, мы это же тоже, мы знаем с вами, что блин всегда являлся символом солнца. Вот они поэтому делаются круглые, да, и так далее. Но давайте не будем забывать, да, что все, что мы с вами потребляем внутрь, имеет такую очень нехорошую особенность откладываться у нас на боках в виде жировых отложений. Чтобы понять, как и что, давайте все-таки нашим любимым телезрителям напомним, что чтобы нормально функционировать, вот так скажем, пускай сухо, но именно так, женщине нужно, если она не занимается тяжелым физическим трудом, 1500-2000 килокалорий в сутки. Мужчине примерно 22300 килокалорий в сутки. Но если они занимаются тяжелым физическим трудом, добавляем к этому еще 500, но не более. А вот за неделю можно накопить тот самый жир в боках? Можно жир накопить даже, я думаю, вам так скажу, за 1-2 дня. Так вот, возвращаемся теперь к нашим, ну, слава богу, не баранам, вы в эту неделю, блинам, да. Так вот, блины мы делаем еще с вами из муки. Андрей Александрович, немножечко починю у вас... Ой, прошу прощения, да. Да, нашу технику, которая чуть-чуть сейчас... А давайте помогу. Все? Отлично. Возвращаемся к нашим блинам, да. Блины делают стандартная мука, яйцо, молоко или кефир, да, и масло. Все это достаточно калорийные продукты. Причем мы, как и никак не говорят наши все диетологи, стараемся выбрать муку высшего сорта, да, пшеничную, как раз у которой и глютеновый индекс, так называемый, то есть глютена много содержится и так далее. И калорийность ее очень высокая. Так вот, калорийность, в средней калорийности вот такого одного блина составляет, паря, почти 100 килокалорий. Одного, 100 килокалорий одного, и это если мы берем, что мы его едим без начинки. Если мы добавляем туда какую-то начинку, в зависимости от начинки, можем повысить калорийность одного блина до 200 килокалорий. Сами понимаете, три блина, это уже 600 килокалорий, а это от четверти до трети суточной потребности в наших килокалориях. А как же альтернативные виды муки, гречневая, кукурузная мука, которая нас спасет? Замечательно, вот поэтому сейчас к этому и придем, да, вот поэтому я говорю, что четверть, треть, это уже суточная потребность, поэтому надо осторожно. Поэтому диетологи рекомендуют, во-первых, любые блины есть в первой половине дня, почему? Потому что вечером, во-первых, это тяжелая пища, мука, особенно высшего сорта, я не рекомендую вообще ее брать для блинов, а это быстрый углевод, он быстро вспыхивает, быстро выбрасывает в кровь глюкозу, она вся не перерабатывается. Напомним, что одна молекула непереработанной глюкозы откладывается у нас двумя молекулами жира. Но у нас есть с вами альтернатива провести эту неделю так же вкусно, но с пользой, ну, даже с пользой можем, да, вот вы правильно назвали, у нас есть прекрасная еще мука из других видов сырья, например, гречневая, да, то есть там и калорий намного меньше, и глютена практически нет. На вкус-то другой. И греча, ну, а гречные блины, кстати, традиционно были тоже, традиционными они очень вкусные, и самое главное, греча относится к медленному углеводу, да, то есть она не выбрасывает моментально в кровь большое количество глюкозы, она постепенно это расходует, и поэтому гречневая крупа и является полезной. Дальше, ну, правда, забыто, к сожалению, но когда-то на Руси еще использовали, редко-редко, к сожалению, в магазинах встречается гороховая мука, была и такая, и из нее тоже пекли блины. А это уже вот мы говорим, а теперь мы говорим тогда уже о пользе, потому что горох это бобы, а бобы это кладезь растительного белка. Ну, и дальше, следующие советы, как нам уменьшить, так скажем, калорийность блина. Ну, во-первых, берите муку с меньшим содержанием, мы сказали, гречичная продается, это раз. Второе, ну, единственное, сразу скажу, что там почти нет клейковины в этих муке, все-таки немножко пшеничной муки, видимо, добавлять придется, иначе блин просто развалится, не сможете вы его пожарить. Вот некоторые эксперты утверждают, что не так калорийный блин, сколько начинка, с которой... И масло, на которое мы его жарим, либо которым мы его смазываем. Масло, это жир, оно обладает колоссальной калорийностью, поэтому это следующий совет, когда вы жарите блины, тем более сейчас это не проблема. У нас у всех есть с вами сковородки, сковороды или специальные приспособления с антипрегранным покрытием, который допускает жарение без масла. Этим тоже мы будем снижать калорийность блина. То есть вообще отказаться от масла, не заменить, не взять какую-то альтернативу? Если вы не можете отказаться альтернативой, кстати, как ни парадоксально, может служить кусочек сала банального, который вы можете воткнуть на вилочку и просто смазать сковородку. Жира попадет минимум, и также будет жариться замечательно. Но у нас-то еще раз, посмотрите, есть с вами сковороды с антипрегранным покрытием, где масло можно не использовать. Следующее. Вместо молока или кефира можно добавить воду или лучше даже минеральную воду, что тоже резко снизит калорийность блина. А вот если вы еще планируете в эти блины использовать что-то завернуть, да, начинку, тогда бы я вам посоветовал это опять же делать что-то натуральное. Да, конечно, красная рыба, красная икра – это очень вкусно. Надо понимать, что как раз красная рыба, красная икра – это очень калорийные продукты, поэтому тут уже рекомендованная доза в три блина максимум в день может уменьшиться до одного. А лучше использовать, с моей точки зрения, наши натуральные, которые мы сейчас и выращиваем, и в том числе замораживаем, овощи, фрукты, ягоды. И вот тогда, если мы их будем использовать, так как они сами по себе имеют уже сладкий вкус, мы можем еще отказаться от одного ингредиента, который почти всегда добавляет тесто для блина. Какого? Это сахар. Это тоже чистейший углевод быстрый, который дает нам только одно – лишние килограммы массы. Не самые приятные. Андрей Александрович, огромное спасибо за полезные рекомендации. Три компонента – это мука, масло и то, с чем мы употребляем блины в масленицу. Вот на что нужно обратить внимание, чтобы захоронить свои здоровья. Будьте здоровы с масленицей вас, но даже в масленицу забудьте со своем здоровьем. Спасибо. Ну а мы движемся далее. Пришло время передать слово моему коллеге Вячеславу Смирнову, который работал с его таким вопросом. Если в социальных сетях мы получаем лайки, то испытываем вот этого удовольствия. Вот Вячеслав Смирнов пытался разобраться, почему это происходит. Добрый день. Здравствуйте. После выхода каждого ролика «Псих просвета» внимательно изучаю, сколько человек его просмотрело, кто поставил лайк или написал комментарий. И я такой не один. Почти каждый ролик в сети начинается с выпрашивания лайков и просьбы подписаться на канал. Мы выпрашивать ничего не станем, куда интереснее сама проблема лайкозависимости и вообще то, как социальные сети влияют на нашу жизнь. Давайте разбираться, психология нам в помощь. Стоит только выбраться с друзьями в кафе или просто прийти в гости, сразу же кто-то уткнется в свой телефон и начнет изучать свои же публикации в социальных сетях. Нет ничего более важного, чем признание, а лайк в социальной сети – это признак публичного одобрения и принятия. Вот и постят то котиков, то еду, то философские цитаты, то себя любимого. Конечно, лайк на фото твоего котика и лайк на твоем собственном фото – это очень разные вещи. Одобряют либо тебя самого, твою внешность, либо твои навыки фотографа и твоего милого питомца. Вес у этих оценок разный. При этом в социальных сетях мы красивее и умнее себя реального. Мы же можем выбрать, какие именно фото выкладывать, о каких событиях в своей жизни написать, а о каких умолчать. Естественно, в общий доступ будут выложены только успехи, удачи, только красивое. И многие на негативные комментарии или даже просто на отсутствие положительных реагируют максимально бурно и агрессивно. Естественно, если меня идеального не одобряют, то как же они отнеслись бы ко мне настоящему? А когда смотрим за жизнью других через призму социальных сетей и сравниваем ее со своей, то сравнение часто не в нашу пользу. Естественно, в жизни бывает всякое – и неудачи, и рутина. А в сети у тех, с кем сравниваем, сплошные Мальдивы не стоит сравнивать. И себя с другими не стоит, а уж реальную жизнь с глянцевыми фото – точно занятие бесперспективное. Постоянное ожидание похвалы и одобрения. Внешняя самооценка. То есть самооценка очень зависимая от мнения окружающих. Потребность быть идеальным, безупречным, боязнь совершить ошибку. Все это принесли нам социальные сети. Да, проблем много, но и пользы немало. Социальные сети помогают нам оставаться на связи даже в пандемию, быть в курсе происходящего, узнавать много нового, интересного, освоить новые навыки и даже новые профессии. Так что не стоит сразу обвинять интернет во всех проблемах современного общества. При этом нельзя отрицать, что лайкозависимость может привести к погоне за популярностью, к разочарованию в себе и людях, к обидам. Но знаете, люди считали лайки даже до появления интернета в принципе. Грамоты, призы, медали, комплименты, школьные отметки. Разве все это не лайки? Все навыки, да и вообще вся наша личность, формируются во взаимодействии. Если значимые люди нас хвалят и одобряют, это означает, что мы продвигаемся вперед в развитии. То есть мы успешны и способны. В лайках нет ничего плохого. Проблема тут в том, что большое количество лайков не всегда говорит о том, что творческий продукт, который вы произвели, хороший. Он популярный, может быть даже продаваемый. Но критерий качества это далеко не только и не столько лайки. Верно и обратное. Если лайков мало, это не означает, что вы сделали что-то плохо. Если выложить в социальную сеть статью «Исследование по физике», за которую дали Нобелевскую премию, лайков она наберет меньше, чем фотография моего кота. Так что, когда не получаете достаточного количества одобрительных комментариев в сети, помните, что вы не кот и никогда не сможете стать настолько же популярным. Смиритесь. Вы лучше, но кот популярнее. Тема обширная, а время у нас ограничено. Так что на сегодня пока все. Увидимся в следующий раз, если, конечно, поставите лайк под видео, и я смогу хотя бы приблизиться к уровню кота. 8 марта практически уже на расстоянии вытянутой руки. И вот хорошо бы, если бы в этой руке был букет красивых цветов. Между прочим, в Калужской Тимирязевке, в оранжерее Калужской Тимирязевке, студенты сами выращивают тюльпаны и проводят исследования. Какие, узнаем у наших гостей. В студии утро первых. Директор вуза Светлана Малахова. Флана Витриевна, здравствуйте. Доброе утро. Доброе утро. Вы к нам сегодня не с пустыми руками. У вас в руках тот самый букет тюльпанов, который выращен в оранжерее Тимирязевке. Да. Ну, в канун, в преддверии такого праздника, да, 8 марта, мы вот, я не с пустыми руками с цветами, хотела бы поздравить всех женщин с 8 марта. И вот такой небольшой сюрприз от нашего филиала. Спасибо огромное. Передам всем нашим сотрудницам, которым будет приятно, конечно, такие роскошные тюльпаны получить. Каким образом, с помощью каких исследований удается вырастить такой сорт, такой потрясающий, красивый, стройный? Я вот на такой ножке длинной редко вижу тюльпаны. Ну, у нас сортов много. Ну, то, что вот у всех такая длинная ножка, да, выращиваем мы тюльпаны на гидропонике в нашей оранжерее. Ну, конечно, гидропонную установку мы там не делаем. Тюльпаны выращиваются в лотках, которые оснащены такими шипами. И вот на эти шипы насаживаются луковицы. Лотки, соответственно, наполняются питательным раствором. Ну и дальше уже мы, во-первых, изучаем технологии выращивания тюльпанов, потому что у нас есть такие направления, как агрономия и садоводство. А технологии максимально приближены к тем условиям, где ребятам, возможно, потом придется работать с тепличным условием в теплицах. Ну и, соответственно, мы проводим исследования. Не просто выгонку тюльпанов делаем, но и проводим исследования. Применяем фитолампы с различной комбинацией цвета красного и синего. Смотрим, на каких комбинациях тюльпаны растут лучше, быстрее, потому что сократить период выгонки тюльпанов – это тоже достаточно экономически выгодная, так скажем, составляющая при выращивании тюльпанов. Также применяем различные стимуляторы роста. Стимуляторы, как уже известные, так и те стимуляторы, которые на сегодняшний день проходят регистрационные испытания, в которых мы участвуем. И таким образом определяем, что лучше и как быстрее. А что происходит после того, как вы получили вот такой полный, уже созревший цвет? Куда он отправляется дальше? Ну, какую-то часть тюльпанов мы реализуем, соответственно, но женщин у нас в филиале тоже много, поэтому мы всех наших женщин поздравляем, студентов поздравляем. Ну, вот так вот. Ну и вот, дарим нашу красоту. Буквально несколько дней назад вас назначили директором филиала. Я вас поздравляю с этим событием. Какие уже первые шаги были предприняты после назначения? Ну, планов у нас, конечно, очень много. И при поддержке администрации Калужской области, при поддержке Министерства сельского хозяйства нашего профильного, при Министерстве образования и науки Калужской области, и, конечно же, однозначно при поддержке ректора Московской академии, то есть головного вуза, мы сейчас формируем единую образовательную среду между Московской и Тимирязевской, Калужским филиалом и сельскохозяйственными предприятиями Калужского региона. Ну, и у нас, конечно, амбициозные планы. Надеемся, что работа ведется очень активно, и мы надеемся, что результаты, положительные результаты вот такой совместной деятельности не доставят себя долго ждать. Значит ли это, что помимо теоретической базы и практики той, которую они получают, студенты получают, к примеру, в РНЖ и Тимирязевке, они смогут еще и практиковаться как в Москве, так и на других сельхозпредприятиях региона? Однозначно. В Москве студенты могут практиковаться в лабораториях современных, оснащенных просто уникальным оборудованием, а в Калужском регионе на наших передовых предприятиях, где не менее такое актуальное современное оборудование, где и студенты нашего филиала, и студенты головного вуза будут проходить практическую подготовку. В том числе мне известно, что ведется работа по выращиванию или будущем выращиванию растений, которые помогут сократить количество углекислого газа вдоль наших дорог. Да, не только вдоль наших дорог, а вообще сократить количество углекислого газа в нашей атмосфере. Но я думаю, что все знают, что у нас в Калуге, в нашем регионе, в сентябре 2020 года был открыт первый карбоновый полигон в Юхманском районе. И вот с этим карбоновым полигоном в мае 2021 года мы заключили соглашение о совместном сотрудничестве. У нас сейчас ведутся разработки уже, разработки смесей различных посевных и для, так скажем, для сельскохозяйственных предприятий, разработки по исследованию лесов, каким образом можно сократить количество углекислого газа в атмосфере, чтобы предотвратить парниковый эффект. То есть есть немалая вероятность, что в ближайшем будущем в каком-то серийном производстве будут выращиваться эти растения, они помогут городскую среду сделать более чистой. Не только городскую, а всю нашу планету сделать более чистой, потому что вопрос о климате на нашей планете, он сейчас стоит очень остро. Ну, вернемся к студентам. Чем сейчас они заняты? Какие еще интересные программы у них впереди? Ну, кстати, студенты принимают также активное участие в разработке вот этих проектов, которые ведутся на Карбоновом полигоне. У нас одна из... у нас вообще студенты в этом году первый раз нашего филиала принимали участие в конкурсе «Умник». Вот. И одна из работ, которая была представлена на этот конкурс, она как раз была связана с исследованием лесов, как можно определить с помощью аэрофотосъемки высоту деревьев и каким образом можно определить высота деревьев в зависимости от возраста деревьев, да, она тоже влияет на количество пологащаемости углекислого газа. И вот эта вот работа студента, студентки, которая занималась там, коллектив был студентов, она вышла в финал этого конкурса. Это о многом вообще говорит. Если заговорить о более младшем поколении, то школьники завсегдаты в ваших теплицах, вот Сергей Верхоламовичкин периодически проводит эфиры, рассказывает о том, что к вам пришли вновь школьники, что интересного они там раскрывают для себя? Вы знаете, вот школьников привлекают не только наши теплицы, но теплицы, конечно, это уникально. Можете себе представить поле тюльпанов, да, цветущих разными цветами. Это, конечно, завораживающее зрелище. Затем после тюльпанов идут другие цветы, которыми мы потом высаживаем на нашей территории. Это, конечно, очень красиво, это впечатляет. Технологии, которые мы школьникам рассказываем. Но кроме этого у нас еще есть ветклиника, которая также очень привлекает школьников и работа с животными. Мы со школьниками, школьников учим составлять букеты, то есть занимаемся флористикой. Проводим с ними исследования продуктов питания, качество молока, качество мяса определяем. То есть не только теплица привлекает школьников к нам. И у нас на базе сейчас филиала работает достаточно уже большое количество агроклассов, в которых обучается где-то 170 школьников. И вот сейчас еще планируется агросмена на базе Центра одаренных детей, который располагается у нас рядом. Это наш Калужский Сириус. Где-то примерно 120 школьников еще сейчас погрузятся в нашу атмосферу, где мы знакомим ребят вообще с сельскохозяйственными предприятиями, меняем их представление вообще о сельском хозяйстве кардинальным образом. Ну и вот надеемся, что потом они все-таки будут у нас обучаться. Светлана Дмитриевна, огромное спасибо, что были с нами сегодня утром. Я поздравляю вас с событиями, которые произошли в вашей жизни. И передаю большой привет всем сотрудникам, и особенно сотрудницам и студентам Тимирезовки. Спасибо. Друзья, ну а мы движемся далее. Вот поговорили о том, что силами Тимирезовки наша атмосфера станет чище, а мы поднимемся чуть выше атмосферы, отправимся в космос вместе с Екатериной Родиной. Привет, земляне. Нет на планете более суеверной профессии, чем космонавтика. Только подумайте, эти люди прошли строгий отбор, научились управлять космическим кораблем, устранять технические неполадки и проводить сложнейшие эксперименты в открытом космосе. При этом никто из них не хочет полагаться на волю случая. Что же должен сделать космонавт на удачу? Поехали. Самая загадочная и интимная традиция – туалетная пауза. Своебразный обряд по слухам заложил Юрий Гагарин. Он решил подстраховаться перед полетом и исправить малую нужду прямо на колесо автобуса, который вез его на старт. Объяснение вполне логичное, ведь вскоре скафандры застегнут, и следующая возможность будет только через несколько часов. Теперь так поступают все члены экипажа, и не только по физиологической потребности, но и как примета, что все пройдет благополучно. Однажды космонавт Александр Мисуркин пошутил, что самая главная традиция – покраска ракеты в белый цвет. Суть в том, что изначально ракету на старт устанавливают зеленой или серой, но непосредственно перед вылетом она становится белой. Обычно сотрудники отшучивались и говорили, что дублеры экипажа красят ракету. На самом деле есть более оригинальное физическое объяснение. За несколько часов до старта в баки заливают компоненты топлива – керосин и жидкий кислород. Именно из-за низкой температуры последнего на стенках ракеты образуется трехсантиметровый слой иния, придавая ступеням белый цвет. Его еще называют снежной рубашкой. С инием связан еще один обычай. На ракете перед стартом прямо на снежной рубашке пишут имя Таня. По легенде, в 70-х так звали девушку одного лейтенанта, который решил таким образом выразить чувства. Командир романтический порыв не оценил, потребовал стереть. Но тогда при запуске корабль взорвался. С тех пор ракеты под названием Таня стали традицией. Кстати, выкатывание космического корабля происходит за 48 часов до старта. Техники, которые следят за проездом огромной ракеты на специальном поезде, подкладывают на рельсы монетки на счастье. Зато самому экипажу строго запрещается наблюдать за этим процессом. Как женихи перед свадьбой не должны видеть платье невесты, так и космонавтам перед полетом запрещается видеть свой транспорт в собранном виде, вплоть до пуска. Пожалуй, самый известный ритуал – просмотр фильма «Белое солнце пустыни». Откуда взялась эта традиция, точно неизвестно. Но есть версия, что первыми перед стартом фильма посмотрели члены экипажа «Союз-12» Василий Лазарев и Олег Макаров в 1973 году. После удачного приземления они шутили, что с ними был третий член экипажа – товарищ Сухов. И он даже подбадривал их в трудные минуты. С тех пор считается, что фильм приносит удачу. А однажды один из членов экипажа, посидев немного на киносеансе, встал и вышел. Якобы и фильм он видел сотню раз и знает наизусть. В итоге полет пришлось прервать досрочно из-за болезни одного из членов экипажа. Следует свою вере, мы на Байконуре. На космодроме есть несчастливые даты. Старт никогда не назначают на 24 октября. В этот день вообще не производят никаких серьезных работ, ведь эта дата связана сразу с двумя крупными авариями, в которых погибли люди. И если когда-нибудь вам посчастливится быть на запуске ракеты, не вздумайте махать космонавтом рукой в ответ. Плохая примета. На сегодня все. До связи. Смотрите далее в программе «Утро первых». Танцы на улице. Санкции этих птиц исполняют лунную походку не хуже Майкла Джексона. Премьера блога «Зоомания» в компании биолога Кристина Залиускайте. Самый безвредный подарок для своих любимых. Советы для молодых родителей собирает молодой папа Николай Фомушин. Фитнес-мама, мастер макияжа и милые пушистики. Получается комичное шоу. Марина Васильева расскажет, кто сейчас в тренде. Утро первых продолжается. Третье марта. На календаре впереди у нас писатель, потому что сегодня мы отмечаем Международный день. А писателя впереди самые важные актуальные новости. Новые штрафы за утилизацию мусора. Речь об обращении с отходами первого и второго класса. Это компьютеры, материнские платы, оргтехника. Новый закон вступил в силу 1 марта и запретит всем выбрасывать мусор в обычные контейнеры. Наказываться рублем будут как юрлица, так и простые граждане. Российские банки повышают ставки по вкладам и предоставляют выгодные условия накопительных систем. О решении быстро принять ставки по депозитам объявили сразу несколько крупнейших банков страны. Максимальный процент может дойти до 18, тогда как базовая в среднем составляла 8%. Все это объясняется тем, что ранее Центробанк Российской Федерации объявил об экстренном повышении ключевой ставки. В России вырос штраф за управление автомобилем без диагностической карты. Теперь он составляет 2000 рублей. Правда, и техосмотр по новым правилам нужен теперь не всем. Частым владельцам автомобилей проходить ТО нужно в двух случаях. При смене владельца и то, только если машина старше 4 лет, а также при внесении изменений в Конституцию. Платформа TikTok увеличила длину роликов до 10 минут. До этого максимальная длина ограничивалась тремя минутами. Обновление появилось не у всех пользователей. Распространение новинки займет какое-то время. Но, как уверяют разработчики, все пользователи получат новую функцию в течение нескольких недель. Шоу «Форт Боярд» в год тигра осталось без тигров. Звери появлялись в передаче на протяжении 30 лет ее существования. Решение о том, чтобы убрать животных из шоу, принято на фоне критики со стороны зоозащитников. Продюсеры шоу бросать своих тигров не собираются. Им будет оплачено полное содержание. Напомню, что сегодня отмечается Всемирный день писателя. Учереден он был в 1986 году конгрессом Международного пэн-клуба. И сегодня мы пообщаемся о том, к какому он живет современным молодым писателем с нашим гостем. В студии утром первых Павел Вербицкий. Тот самый человек, которого можно смело относить к сообществу молодых писателей. Павел, доброе утро, здравствуй. Здравствуйте, доброе утро. Ты входишь в какое-нибудь сообщество литераторов, писателей, людей, которые создают литературные произведения, вот как минимум в нашем регионе? Да, в Калуге я вхожу даже не в один литературный клуб. В первый литературный клуб я пришел в 2013 году, называется «Фавор». И за последующие годы я вступил в множество других. Их последние были – это «Арктида», «Культ» и литературные клубы «Дуб». А чем помогает вообще членство подобных сообществах? Может быть, как-то это влияет на твое творчество? Или это просто общение для людей? Или так проще дальше создавать свою литературу? Я думаю, что тут сразу идет большое комбо. То есть приходишь в литературный клуб, ты делишься с такими же, как и ты, коллегами по литературному цеху своим творчеством. Мы обсуждаем его, делимся последними новостями. Естественно, иногда друг друга критикуем, указаны какие-то моменты. Естественно, это помогает продвигать свое творчество, узнавать что-то новое и самосовершенствоваться. То есть авторство, как оказывается, это все-таки коллективный труд и без рекомендаций и советов коллег не выживаешь в этом мире? Ну, все-таки, если ты хочешь быть писателем со временем, который пишет на продажу, то, естественно, надо думать о мнении читателей. И, конечно же, тогда, когда узнаем мнение других, лучше видим свои ошибки, возможно, недочеты. Или знаем, что еще лучше сделать. Мне кажется, что в наше время довольно-таки непросто собраться силами, во-первых, написать книгу, во-вторых, ее издать после этого. Но об этом мы еще поговорим. Если я не ошибаюсь, в апреле прошлого года у тебя вышло авторское произведение «В бездне рая эра» называется. Да. Ты сегодня принес к нам? Да, как раз принес один экземпляр. Вот эта книга «Перевертыш». Значит, да, она вышла в апреле прошлого года. Пожалуйста. Я даже сделал презентацию. Она была тоже в прошлом году, в октябре. А насколько я понимаю, ты поддерживаешь жанр фэнтези? Ну, фэнтези, наверное, больше, я скажу, фантастику и мистику. Фантастику и мистику. Да. О чем это произведение? Вот. Если говорить про первую повесть «В бездне раят», она рассказывает о нашем современнике, парне по имени Олег. Вот пришел устраиваться в супермаркет, едва подписал документ, теряет сознание и перемещается в какой-то странный тоталитарный мир. В странный тоталитарный мир. А дальше не будем рассказывать. Я думаю, что затравка есть. И наши зрители, если встретятся с этим произведением, то сами его и освоят. Вот на сегодня есть возможность написать книгу, написать свое произведение, в том числе и в жанре фантастики. Сел перед ноутбуком, создал работу в сообществе. Но надо же еще ее в каком-то тираже издать, надо же еще договориться с книгопечатным изданием. Кто тебе в этом помог и как тебе удалось вообще собрать эти ресурсы для того, чтобы книга явилась на свет? Так, ну, наверное, тут надо сразу сказать то, что стипендию на издание этой книги мне выделил Российский союз профессиональных литераторов, в котором я состою с 2017 года. А сегодня есть такая стипендия? Да, есть. И не только. Еще в других множествах организациях. Вот, чтобы попасть в эту организацию, мне пришлось довольно долгое время, несколько лет, ходить по литературным клубам Калуги, читать свое творчество. Вот и после этого наш руководитель этого союза, Светлана Николаевна Соколова, порекомендовала меня для того, чтобы мне дали эту стипендию. А не знаю, уместно ли сейчас говорить о размере этой стипендии, но давай расскажем, на что хватило тех ресурсов, которые ты получил для работы над этой книгой. Ну, скажем так, стипендий хватило, ну, окупилось все полностью. Вот, то есть задумывался в сам по себе небольшой тираж, всего 100 экземпляров. Вот, я не хотел его продавать, то есть на презентации я раздал большую часть своих книг. Ну, и на все ресурсы, то есть редактура текста, вот, работа в типографии, этот, ну, рисовка иллюстрации, обложка, то есть это все вошло в эти деньги. А поделись, пожалуйста, своими планами, будет ли в ближайшее время какое-то еще очередное издание, над чем ты сейчас работаешь? Ну, я пишу каждый день рассказы, романы, то есть планы большие, вот. Не знаю, конечно, как с бумажной публикацией, то есть это, как это называется, с эмиздатом, вот. Но я планирую, как многие сейчас современные авторы, реализовывать себя в интернете, на таких площадках, как «Литрес», «Автор Тудей». Если на них дело пойдет хорошо, если читателям понравятся мои произведения, то можно будет перейти на следующий уровень и подавать книги уже в издательства более крупные, такие как «Эксмо». Вот, ну, и там уже будет печатание, ну, тоже в бумажном виде, только это будет уже большой тираж, не сто штук, а может даже десять тысяч, смотря от того, как будет, ну, хороша книга, но потом продажа в магазинах и так далее. Ну что же, Павел, я понял, что у тебя есть целая стратегия по продвижению своего творчества. Надеюсь, что и у других молодых литераторов, которые сейчас смотрят нашу беседу, она появится. Спасибо, что был с нами сегодня утром. Спасибо. И поделился новостями о своем творчестве. Друзья, ну а мы движемся далее. Впереди премьера блога «Зоомания», ведущая блога Кристина Залиускайте. Расскажет о том, как танцуют животные нашего мира. Всем привет. У животных завидное чувство ритма, безупречное чувство времени и врожденная грация. Многие из них прекрасные танцоры. На танцевальном конкурсе среди всех животных весь пьедестал точно заняли бы птицы. Красношапочная пипра, помимо своего интересного названия, и пляшет весьма необычно. Самцы этих птиц исполняют лунную походку не хуже Майкла Джексона. Чтобы привлечь самку, они запрыгивают на веточку и передвигаются по ней лунной походкой туда-сюда, совершая до 80 взмахов крыльев в секунду. И при этом они еще и поют настоящие пернатые короли музыки леса. Еще один мастер-плясок – это австралийская птица Лерохвост. Джеральд Даррелл так писал о ней. «Я затрудняюсь назвать более захватывающее зрелище». Когда подходит начало брачного сезона, танцы выбирают себе участки, которые превращают в настоящие танцевальные залы. Своими сильными ногами они расчищают площадку, причем опавшие листья собирают кучу в центре. Так что получается своего рода эстрада. Ну, там-то они и танцуют. Недавно ученые выяснили, что самцы-лерохвосты, как и люди, имеют несколько особенных танцевальных движений для каждой песни. Биологи, наблюдая за самцами, заметили. Напевая одну брачную сиренаду, лерохвосты шагают по сторонам с распушенным хвостом, или же прыгают и хлопают крыльями, напевая совсем другую сиренаду. К удивлению следователей, шаги, приседания и другие движения птиц совпадали с нотами их песен. Вот уж кому медведь на ухо точно не наступил. Ну, да и не смог бы, потому что в Австралии медведи не живут. Но не только птицы преданно служат перпсихоле. Когда у тебя не каких-то там две ноги, а целых восемь, и при этом идеальное чувство ритма, перед вами боги микротанцпола, пауки-скакунчики. Зоведя невесту, скакунчик пускается в пляс. Он раскидывает в стороны передней лапки, поочередно или обе сразу поднимает их вверх и прихлопывает, словно поддерживая танцевальный ритм. И кружится, кружится перед своей подружкой. Порой самка, не выдержав ритмичного напора самца, начинает в унисон повторять эти замысловатые движения. Танцуют эти крошки по полчаса без прерыва на отдых. Это целая вечность в микромире. Изящные па, самца кольчатоногих, манящих крабов, привлекли внимание не только самок, но и австралийских ученых. Они долго ломали голову, по каким же принципам самка выбирает лучшего танцора. Пришлось даже изобрести робо-крабов, которые повторяли танец самцов в период зазывания самки. И что же увидели ученые? Во всех случаях побеждал тот рыбокраб, у которого движения были активнее. То есть самки чаще обращают внимание на энергичных крабов, которые поднимают клюшню выше и вращают ей быстрее. Танцы многих животных не менее захватывающие, чем 32 фуэтэ-балерины. И нам есть, чему у них получиться. Так, насмотревшись на вонящего краба, можно блеснуть на дискотеке. Или же удастся разглядеть танцующего паука-скакунчика, можно даже вдохновиться на заявление в балетное училище. Танцуйте для своих самочек, самцов. Они точно не останутся равнодушными. Ну или просто для души. Как научить своих детей правильно относиться к окружающей среде и беречь ее? Этим вопросом озадачился мой коллега Николай Фомушин. Блок «Молодой папа». Он пригласил руководителя эколого-просветительского проекта «Мы разделяем» Екатерину Николаеву, которая рассказала о правильных упаковках и о том, как их утилизировать. Доброе утро! Приветствую всех в рубрике «Молодой папа». Здесь мы собираем советы для молодых родителей. Сегодня мы поговорим о экологической культуре, как привить ее детям и как нам в этом может помочь фуросики. Что бы это ни значило. Поговорим мы об этом с экоактивистом, профессиональным экологом, руководителем эколого-просветительского проекта. Мы разделяем Екатериной Николаевой. Екатерина, привет! Привет, Коля! Что за фуросики? Есть в этом что-то японское или я ошибаюсь? Да, все верно. Это действительно японская культура, это японский способ упаковывания вещей. Ну, как правильно ты сказала, фуросики, да, как говорят в Японии, а мы в России теперь говорим фурошики. Что это значит? Вообще это изначально такой, знаешь, способ сходить в баню, потому что когда... Ну, а в детской рубрике это то, что нужно, способ сходить в баню, да. Да-да-да. Японцы, они очень любят баню общественную, и, конечно, они с собой берут такие кулечки, в которые кимоно упаковывают, да, и для того, чтобы переодеться. Собственно, эти кулечки и называются фуросики, а в переводе это банный коврик буквально, да, то есть на эту ткань становится, что переодеться. Ну, и это искусство, да, так понравилось и японцам, и оно перекочевало в Европу, что даже вот теперь можно его использовать в творческих каких-то занятиях с детьми. И даже в просветительских целях. И в просветительских целях, да. Итак, что мы сегодня будем делать? Мы будем делать какую-то упаковку, как я понял. Да, все верно. Мы сегодня очень просто, минималистично и изящно упакуем три разных предмета, да. Будем считать, что мы собираемся с ребенком на день рождения, и дабы исключить использование отбеленной, да, вот такой очень красивой бумаги, на которой еще и красками нанесены какие-то принты, да, то есть упаковочные. А вот мы сегодня будем использовать для этого обычную лоску ткани, да, даже вот видишь, он здесь вот не обработан, и это я специально так сделала для того, чтобы было понятно, что вы можете взять все, что у вас вообще в шкафу. Я думаю, с учетом того, что мы тут говорим про экологичный подход и культуру, то это, конечно же, мы не покупаем ткань, мы берем ее какую-то... Да, то, что у нас осталось, у любой хозяйки в доме найдется какой-нибудь лоскут, и это может быть косынка, это может быть любая ткань, но главное, чтобы это была ткань тонкая, но прочная, да, то есть чтобы наш предмет, собственно... Не выскользнул. Не выскользнул, и не было заметно, что это, чтобы именинник не обрадовался раньше времени. Так, значит, у меня руки заточены явно не под фуросики, но я хотел бы тоже попробовать, что мы делаем. Все очень просто, тебе нужно разложить эту ткань ровно, чтобы... О, это то, в чем я действительно хорош, да. Любой ребенок и любой папа, конечно, справится. Итак, мы сюда упаковываем что? Да, ну, давай начнем, наверное, пожалуй, с книги, да, представим, что мы дарим книгу. Тем более, что книга лучший подарок. Безусловно, и это отличный способ развития. И нужно сказать, что здесь, в процессе вот упакования, мы, конечно же, ребенку рассказываем, да, что в этом случае мы отказываемся от пластиковых упаковок, в этом случае мы не идем что-то покупать, а используем то, что есть. И таким образом мы приобщаем ребенка к вторичному использованию предметов и развиваем креативность, развиваем художный вкус. А поймут ли, как вот думаешь, другие дети, все дети пошли с такими красивыми коробочками с бантами, и мы приходим с японской сумкой, в которой носят кимоно. Не будет ли проблемы, не станет ли ребенок после этого экоизгоем? Ты знаешь, безусловно, все новое, это, скажем так, оно воспринимается с недоверием, но если мы с ребенком проговорим правильно эту историю, скажем, что это самая оригинальная техника, которую может быть, и что это будет эксклюзивная упаковка, то здесь вот просто... То ребенок перестанет плакать. Ты знаешь, ну, вот, например, моя дочка, она еще пока не привыкла к большому количеству упаковки в целом, имея в виду красивая какая-то праздничная, и поэтому мне проще объяснить. И, ну, если мы говорим о старших детях, там, о школьниках и так далее, мы говорим о том, что здесь ты можешь выбрать вообще, мы можем пойти и купить лоску ткани из обычного хлопка, да, или какой-нибудь совершенно бязь, да, простую, но очень красивую с принтами. Итак, все-таки попробуем, уж мне не терпится уже посмотреть, как это будет выглядеть. Смотри, у искусства фурышки есть несколько техник. Сейчас мы с тобой освоим базовую технику, и, казалось бы, вот, да, квадрат, и у нас есть прямоугольник. И как же сделать так, чтобы вот эти некрасивые вот ниточки, да, не торчали? Все очень просто. Мы ориентируемся на углы этого квадрата и поворачиваем, да, нужно повернуть так, чтобы у нас лежала книга. По диагонали. Торцы были напротив углов. Есть. Да, по диагонали. Такое есть, да. Итак, без скотча, без ножницы, повторяю, да, все очень просто, и справится ребенок. Сейчас мы прячем один угол самый, ну, какой самый растрепанный, на твой взгляд? Вот, мне кажется, это по растрепанию. По растрепанию, да. Ну, и отлично. Прячем его под подарок. Можешь это сделать сам. Сейчас. Могу ли? А, ну, конечно, да. Можешь, конечно, конечно. Есть, есть. Зажимаем сильно, нет, или как это получается? Не сильно, да, но главное, чтобы вот угол зафиксировался. И здесь у нас, знаешь, чтобы у нас вот здесь было плотненький угол, да, подвинули. Вот. Можно назад сдать, да, чтобы у нас вот здесь вот зафиксировался. Замечательно. А я стараюсь делать это так, чтобы у нас совсем весь подарок спрятался. Спрятался, вот. Да, это хорошее замечание. Да. Есть, спряталась. Отлично. Теперь мы должны завернуть еще, да, то есть фурошики, главное оставить вот эти. А вот у нас тканец, ну, такая прям скользкая, это нормально? Ничего страшного, не расползется, ничего потом у нас? Нет, нет, нет. Так, вот я заверну. Вот, на самом деле, конечно, потренироваться бы дома, да, но в этом-то и вся прелесть, что можно с ребенком много-много раз это переделывать, разворачивать снова. Вот. Что здесь мы делаем? Опять же, вот растрепленный уголок. Мы его также хитро заворачиваем. Есть. Тоже по грани подарка. Да, по грани, да. И так нужно просто разворачивать. Руками, без утюга. Да, абсолютно. Есть. Да. В этом вся прелесть. И вот у нас остаются висящие уголки, да, те самые, которые нам нужны будут для завязывания. В фурошике очень важно сделать акцент на узле, да. Это вот техника у нас одного узла, да, чуть позже я расскажу про несколько. Поэтому узелок, который у нас получится посередине, он будет красивым, да, поэтому... Тут я, наверное, тебе доверю, потому что узелок не будет красивым, если это сделаю я, да. А, ну вот смотри. Но я посмотрю, я в этом плане очень похож на трехлетнего ребенка. Представим, что ты, да, мой партнер по работе с фурошикой, и вот ты папа, ты держишь здесь вот своей тяжелой, мощной папиной рукой. Есть, да. Вот, а ребенок что делает? Он накладывает вот так, да, на тебя, и, собственно... Это мы как бы только не получилось, чтобы мы вместе с книгой подарили папину кисть. Нет, папину кисть убираем. И вот папа убирает кисть. Есть. А мы оставляем это вот так. Что у нас получается? У нас получается вот такая красота. То есть складки все остаются, да. Мы именно, вот, декорация будет в том, что у нас вот здесь складочки все остались. Вот здесь проверяй, то есть ты можешь прям, да, ребенку сказать, проверяй. То есть можешь, да, даже сделать, да. Да, вот как, знаешь, как на гитаре. Все, главное, чтобы эти складки были. Теперь вот этот комочек держишь ты, да, условно говоря, тоже объясняешь ребенку. Вот этот комочек держу я, и сейчас мы будем поворачивать эти листочки, чтобы получился плотный узел. Вот так. Как делается узел, да. Вот, допустим, дети вот трех лет... А то есть лента лежит, она нам нужна? Сейчас объясню. Ага, да. Смотри. И здесь, опять же, говорим... Подержать. Держи, да. Держи. Вот ребенку мы говорим. Что у нас получается? Мы заправили. Здесь у нас все осталось. И вот они, наши, да, вот эти вот уголочки с вот этими ниточками. Ничего мы не обрываем, потому что это у нас будут такие своеобразные тычиночки, как на цветке. И, соответственно, завязываем еще один узелок. Очень просто. Итак, считают до трех, и ты убираешь палец. Готов? Да, да. Один, два, три. Это было волнительно. Посмотри, зато какая красота получилась. И вот, на самом деле, вот это все, это лепестки, да? И украсить их можно лентами, бусинами, какими-то декоративными еще украшениями. Красотой всяческой, всяческой. Это действительно просто, но я думаю, что с первого раза это может и не получиться. У ребенка тогда будет возможность и стимул куда-то стремиться. Конечно. У нас есть еще бутылочка. Это можно, кстати, не только на детский день рождения использовать эту технику. У нас есть флакончик духовки, что-то совсем маленькое. И я понимаю, это разные техники, но у нас нет времени в нашей рубрике. О, как жаль. Ну, в любом случае, все это завязывание узлов, все это декоративные украшения, которые можно добавить еще сюда, ленту. Вот. А главное, чтобы это ребенок, чтобы понял, что он в любой момент может развязать, ничего не нужно отклеивать, ему нужно просто вместе с папой вовремя держать узлов. Мне кажется, что такой подарок будет выделяться на фоне других, особенно если он будет с принтами, да? То есть он просто действительно не похож, потому что я не видел, чтобы так дарили. И опять же, рассказывая это, мы можем рассказывать ребенку про использование вторичное, да, вещей, про переработку, про креатив, потому что это очень важно, да? Ну, а мы двигаемся дальше. Смотрите рубрику «Молодой папа» и ответственно относитесь к нашей природе и окружающему миру. Пока! Всем привет, и вы в тренде. И в самом начале видео, которое потрясло многих. Попрошу особо чувствительных беременных и детей отойти от телевизора. Австралийская мама-блогер и фитнес-гуру на своей странице выложила видео, как она втягивает беременный живот. 5, 6, 7, 8 Естественно, комментаторов заинтересовало, все ли в порядке с ребенком. Фитнес-мама уверила всех, что она так тренируется, и с пузожителем все хорошо. И действительно, доктора подтверждают, что если женщина спортсмен и у нее хорошо развиты мышцы, то в умеренном количестве упражнения делать можно. Но все же, не советую рисковать. Лучше для начала посоветоваться со специалистами. А мы переходим к очень талантливому парню – Аурелио Санчес. Мастер макияжа с легкостью перевоплощается в любую мировую знаменитость. Нельзя пройти мимо реалистичный Шер, Леди Гаги и Майкла Джексона, а его перевоплощение в вселенную Кентанилию Пирес собрало 10 миллионов просмотров. Пусть Аурелио и дальше радует своими образами, которые, к слову, делаются исключительно с помощью косметики и умелых рук. А калужская косметолог-блогер делится дельным советом, как правильно пользоваться кремом. Лицо и мочки ушей обязательно. И не забываем о задней поверхности шеи. Мы очень часто забываем про эту зону. И очень видно, виден возраст по шее. И не забывайте массажными движениями вдоль линии наносить крем на зону декольте и шею. Ведь вразрез всем утверждениям именно эта часть стареет быстрее всего. Так что, девушки, вооружаемся кремами и вперед ухаживай до собой. Ну, а мы подошли к вашей любимой части про пушистиков. В ТикТоке популярность видео растет с каждым днем. Песик Стич очень любит спать, укрывшись одеялом. Но больше он все же любит гулять. И когда два этих дела объединяются, получается комичное шоу. В Калуге животные тоже любят гулять. Только взгляните на коня Лютика, и его потребность выйти из стойла. Я, пожалуй, тоже прогуляюсь. Весна же вас тоже зову с собой. Но не забывайте следить за нами и всегда оставаться в тренде. Итак, пришло время прощаться. Хочется пожелать всем зрителям программы «Утро первых» крепкого здоровья. Берегите себя и своих близких. До скорых встреч. Пока-пока. Субтитры подогнал «Симон»!